Продолжение следует... 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 Мы также говорили о действительностях субъекта. Это те объекты, которые субъект смог извлечь из универсума вследствие своей же сложности. И говорили о реальности, как о пересечении различных действительностей. То есть если несколько субъектов приходят к мнению, что в их действительности есть одинаковые объекты, они их называют реальными. Говорили об уровнях реальности, что есть физико-химическая, биологическая реальность. Говорили также, что есть некоторые уровни субъекта и есть тела у субъекта. Множество тел. Физическое, биологическое, психологическое, ментальное, супраментальное, астральное. Терминология здесь огромная. И говорили, что познание, по сути, это есть смещение уровня субъекта и перехода субъекта от одного уровня своего тела к другому уровню. И теперь вот, уже имея вот такое представление, посмотрим, что нам говорят о познании, о мире, о реальности, трансреальные концепции. Будет видно, что они очень сильно пересекаются с тем, что я говорил до сих пор. Но хочу заметить, что познакомился я с этими концепциями после того, как уже ввел понятие темпоральность, ввел понятие распределенного времени сложность. И деда, случайно зацепившись-то, копаться и вдруг открыл, что вот многие эффекты, многие феномены, которые описывают в трансреальных концепциях, они напрямую вписываются в темпоральную антологию. Итак, начнем с реальности. Как же видится реальность? И что понимают под реальностью трансреальные философские концепции? Основное определение, которое они дают, что реальность есть видимость. Реальность есть наша галлюцинация. То есть реальность это обман, а не сам мир. Реальность характеризуют таким понятием, как майя, именно видимость, это индуизм, реданта, в буддизме иногда бывает майя. Прокрити, это в буддизме. У, да, кстати, я еще не назвал трансреальным философским концепциям, следует отнести и неоплатонизм с ярким представителем плотин. У плотина он называет материей эту реальность, отделяя от таких понятий, как единая, ум, душа, и на низшем уровне располагается материя. В концепции, изложенной Кастанедой, которой он изложил ему Дон Хуан, это реальность, это тунналь. Тунналь, то, что нам дано, то, о чем мы можем говорить, то, что мы можем назвать, по сути, вот то, все, что мы можем выделить вокруг себя. В Каббале к реальности относятся нижние шесть сферот, то есть Каббала разделит мир на множество уровней, каждый уровень еще разделен на сфероты, на десять сферот, и вот шесть нижних сферот относятся к реальности, к материальному миру. С вами Вивикананда, Джайатан Йога. То, что вы называете материей, или духом, или умом, или любым другим именем, по сути, отвечает все тому же описанию. Мы не можем утверждать, будто это существует, и мы не можем утверждать, будто это не существует. Постоянная игра света и тени неразличимых, нераспознаваемых, неразделимых. Неразделимых. Факт, который фактом не является, я, который есть сон. Это реальность, и это есть то, что зовется Майя. Мы рождаемся в Майе, мы в ней живем, в ней мыслим, в ней мечтаем, мы философы в Майе, мы люди Духа в Майе, да нет, мы черти в Майе, но мы и Боги тоже в Майе. Сколько бы далеко не простиралась наша мысль, сколько бы высоко она не взлетала, покажется ли она вам бесконечной, какой-то еще, все равно вашим мыслям не выйти из Майи. Иного не дано. И все человеческое знание есть обобщение Майи, есть попытка понять ее такой, какой она кажется. Все, что имеет форму, что создает образ в нашем мозгу, все находится внутри Майи. Ибо внутри Майи находится все, что подчинено законам времени, пространства, причинности. Плотим, инеады. Таким образом, тот разлад и взаимное истребление, которое мы наблюдаем в нашем мире, неизбежны, ибо все живущее телесно. Суть вторична, их истинное бытие там, в мире горнем. Здесь же они лишь отпечатки, следы божественных эйнезов, проливающиеся и растянувшиеся по всей громаде протяженной материи. Карлс Кастанеды, сказка о силе. Тональ – это все, что мы есть, все, что есть. Назови его. Все, до чего у нас есть слово – это тональ. А поскольку тональ – есть его собственное деяние, то в его сферу попадает все. Тональ – это все, что мы знаем. Я думаю, что это само по себе уже достаточная причина, чтобы считать тональ могущественной вещью. Тональ – это все, что мы знаем. И это включает не только нас, как личности, но и все в нашем мире. Можно сказать, что тональ – это все, что мы способны видеть глазами. Порядок в нашем восприятии является исключительно царством тоналя. Только там наши действия могут иметь посредственность. Только там они являются лесенкой, на которой можно считать ступеньки. На гваре ничего подобного нет. Поэтому картина тоналя – это инструмент. Но он не только лучший инструмент, но и единственный, который мы имеем. Здесь был упомянут на гваре, как то, что противостоит тоналю в моей интерпретации. То есть это вот тот универсум событий, который нам не доступен никаким образом. Мы ничего не можем о нем сказать, и все, что мы хотели бы сказать, все, что мы различили, является тоналем. То есть наши субъекты действительностью, наполненные объектами. Итак, мы подошли к следующему концепту, который мы разбирали – универсум событий. В разных трансреальных концепциях философских он называется разными терминами. Скажем, это брахман в идуизме. Там есть, правда, некое различие. То есть если брахман вообще никак не различим, это неразличимое нечто, предшествующее любому различению. Есть еще атман и паруша, которые представляют себе некое уже развлеченное тело мира, единое. Либо атман – это некий субъект единый. Они уже в себе развлечены каким-то образом, но не индивидуизированы. То есть, скажем, полная связка брахман-атман-баруша – это вот есть универсум событий. У плотина – это единое, нечто тоже неразличенное, в котором все содержится и которое является причиной и ума, души и в дальнейшем материи. У Дона Хуана – нагваль. В других концепциях – бог. Ну, скажем, в Кабале специальное имя Эйнсов есть, бесконечное для имя бога, который обозначает именно не того бога, которому даже говорить нельзя, но который можно сказать, но который не различен. Ну, и в суфизме и сихазме, то есть, в мистических христианстве и мусульманстве просто бог называют, но бог не персонифицированный, а как нечто единое, неразличимое. Вахадырньякова Панишада, она сказала, на чем выткано вдоль и поперек то, что над небом, что под землей, что между небом и землей, что зовется и прошедшим, и настоящим, и будущим. Он сказал, поистине Брахмин называет это неприходящим, оно ни велико, ни мало, ни коротко, ни длинно, ни красно, как огонь, ни текучая, как влага, ни окрашено, ни темно, оно ни ветер, ни пространство, ни с чем не связано, без вкуса, без запаха, без глаз, без ушей, без рта, оно не имеет меры, не имеет ничего внутри, ни снаружи. Поистине это неприходящее и видно, не видно и видит, не слышно и слышит, немыслимо, мыслимо, не познается и познает, нет другого, кто видит, кроме него, нет другого, кто слышит, кроме него, нет другого, кто мыслит, кроме него, нет другого, кто познает, кроме него, на этом неприходящем и выткано вдоль и поперек пространства. Будда Утана, восьмой. Будда Утана, восьмой. Но что-то вот как-то в нем есть, до их развлечения. И существа и личности плавают в нем, как бах же, мирно, неизменно, всегда. И идея жизни связывает их вместе. Когда клей жизни связывает все эти чувства воедино, возникает существо, теряющее ощущение своей истинной природы, ослепленное суетой и сиянием места, где оно оказалось. Тонарем. Тонарем. Тонарем это то, где существует всякий объединенный организм. Существо впрыскивается в тонарь, как только сила жизни связывает все необходимые ощущения. Я однажды говорил тебе, что тонарь начинается с рождения и заканчивается смертью. Я говорил это потому, что знаю, как только сила жизни оставляет тело, все эти единые осознания распадаются и возвращаются назад, туда, откуда они пришли, на гварь. То, что делает войн, путешествия неизвестным, очень похоже на умирание, только вот еще пучок единых ощущений не распадается, а лишь немного расширяется и теряя своей целостности. В смерти, однако, они тонут глубоко и двигаются независимо, как если бы они никогда не были единым целым. Гурджиев. Наш российский мистик, уехавший после революции во Францию, в Штаты. Затем, переходя к философским заключениям, можно сказать, что все миры должны входить в какую-то для нас непостижимую и неизвестную целостность, в некое единство. Это целое или одно или все, которое можно назвать абсолютным или независимым, потому что оно включает в себя все, само ни от чего не зависит, представляет собой мир для всех миров. Логически вполне допустимо думать о таком состоянии вещей, где все составляет единое целое. Такая целостность будет, несомненно, абсолютная. Абсолютная. То есть такое состояние вещей, когда всеобщее образует единое целое, является как бы первичным состоянием вещей, из которых, благодаря делению и дифференциации, возникают различия наблюдаемых нами феноменов. Следующее понятие, которое мы вводили где-то на втором обсуждении, это было понятие инволюция. То есть когда из этого единого, из универсума событий, из нагваря появляется нечто. Эти уже отголоски я читал. То есть для плотина это процесс эманации. Также и во многих концепциях, и в кабале, и в Дон Хуан используют понятие эманации, в йоге, в буддизме используют понятие инволюция. То есть в любой эволюции, в любом появлении чего-то предшествует инволюция этого из Абсолюта. То есть ни из чего не получается ничего. Карлс Костоледа, внутренний огонь. Наше знакомство с принимаемым нами миром принуждает нас верить, что мы окружены предметами, существующими сами по себе и независимо. То есть так, как мы их воспринимаем. Но в действительности нет мира предметов, а есть вселенная эманации. Ибн Араби. Все вещи предшествуют как идеи в божественном знании. Откуда они испускаются и куда они в конечном итоге возвращаются. Мы сами атрибуты, посредством которым описываем Бога. Наше существование всего лишь объективация его существования. Бог необходим нам для того, чтобы мы могли существовать. В то время, как мы необходимы ему, чтобы он мог манифестировать себя себе. Виви Кананда. Джиняна Йога. Применяя к микрокосмосу закон макрокосмоса, всякий процесс инволюции предполагает и эволюцию. И всякий процесс эволюции инволюцию. Мы приходим к выводу, что инстинкт, инстинкт, это инволюционировший разум. То, что мы называем инстинктом, животным или человеке, это результат инволюции. Вырождение волевых действий, а волевые действия невозможны без опыта. Опыт дал знания, и это знание продолжает существовать. Мы обсуждали, что разум распределен на ценной популяции. И опыт популяции в конечном итоге инволюционирует в инстинкт, фиксируется локально в инстинкте. Вот об этом говорил сейчас Викананда. То есть именно в других терминах, по сути. Широбинда. Природа таким образом является эволюцией и прогрессивным самопроявлением вечного и тайного существования с тремя последовательными формами в качестве трех ступеней ее восхождения. И мы считаем условием всей нашей деятельности эти три совершенно друг от друга независимые возможности. Телесную жизнь, ментальное существование и завуалированное духовное бытие. Являющееся в инволюции их причиной, а в эволюции их результатом. Духовное бытие является в инволюции причиной. То есть из духовного инволюционирует все, что предстает перед нами в нашей реальности. А само духовное является в эволюции результатом развития материальных вещей. Следующий момент, который очень распространен в трансреальных концепциях философских, это представление о единстве всех в воплощении мирового разума, мирового абсолюта, единого. Это предстает перед нами в таких высказаниях, как Брахман реален, мир нереален, джива, индивидуальная душа, и Брахман одно и то же. В Упаншадах это запечатлено в таком популярном выражении «Татвам аси» – «То есть то». То есть на все, что вы мне указали, является атрибутом абсолюта. Или «Я есть то», то есть «Я есть Бог». Даже в христианстве центральной фразой христианского мистицизма является фраза «Старствие Божие внутри нас». Или, скажем, известная фраза из-за мрудных скрижалей Гермеса то, что находится внизу, подобно находящемуся наверху, и обратно то, что находится наверху, подобно находящемуся внизу, ради выполнения чуда единства. То есть когда мы говорили, что нет никаких особых ментальных событий, нет особых физиологических событий, нет особых биологических событий, или химических, или физических, все события в универсу даже действуют друг другу, и то, что мы выделяем, физическое тело или ментальное тело, Это разные способы организации одних и тех же событий. Далай-Лама, Карлос Костоледа, сказка о силе. Затем он указал на кажущиеся противоречия в идее изменения. С одной стороны, мир магов призывал к полной трансформации. С другой, объяснение магов говорит, что остров Танале является цельным, и ни один из его элементов не может быть перемещен. В таком случае, изменение не означает уничтожение чего бы то ни было, а скорее замещение значения, которое мы придаем этим элементам. То есть, все есть перед нами, и только смещая свою точку сборки, уровень взгляда, систему взглядов, мы просто замечаем значение. Нагварь и Таналь внутри нас. Он пристально посмотрел на меня. Очень трудный вопрос, сказал он. Сам ты сказал бы, что он внутри нас. Я бы сказал, что это не так, что мы оба, но мы оба были неправы. Таналь в своем времени призывает тебя утверждать, что все имеющееся отношение к твоим мыслям и чувствам находится внутри тебя. Таналь магов говорит противоположно. Все снаружи. Кто прав? Никто. Внутри или снаружи. Это совершенно не имеет значения. Гуджиев. Мы должны понимать, что в природе нет ничего мертвого и недушевленного. Все по-своему живо и сознательно. Все разумно. Только эта сознательность и разумность выражаются по-разному. В разных уровнях бытия. То есть в разных масштабах. То есть то, что мы говорили. На любом уровне присутствует разум. На любом уровне присутствует жизнь. Только она реализована или не реализована в локальных объектах. Видится ли она нам, скажем, в той же луже, в предбиологической луже, уже есть жизнь. Но она не локализована в виде клетки. Но ее там можно разглядеть, если проанализировать на очень длительных промежутках времени. Платин и Нарады. Если один уровень бытия каким-то образом воздействует на другой, то их взаимоотношения уже несколько тоньше и сложнее, чем отношения между Творцом и Тварью. Поскольку и тот, и другой включены в общие обоим целое. А значит, и их действия необходимы согласованы с этим целым. Ум неразделимо соединен с сущим. Ибо истинное сущие не мертво. Ум имеется в виду высшее проявление ума, а не индивидуальное. Не лишено жизни и мысли. Но бытие и ум, точнее эйдесы, в нем не разделены. И составляет одно и то же. Ноумен не существует прежде ума, который их мыслит, подобно тому, как чувственные вещи существуют прежние ощущения, которые их воспринимаются. Но ум сам есть совокупность всех ноуменов. Так как их эйдесы он воспринимает не откуда-нибудь из дне, но содержит в самом себе. Да и откуда, спрашивается, он мог бы их воспринимать? Итак, ум существует совместно со своими ноуменами. Он тождественный, составляет с ними одно. Как и наоборот, ноумены не существуют вне своего субстрата ума. Сегодня я уже упоминал про уровни реальности. И говорил, что в Кабале это сфероты. У Дуна-Куана отдельно не выделенные уровни реальности. Но тоже говорится о точке сборки, которая может смещаться по разным уровням. Вот, например, Карлско-Станино искусство сновидения. Мир похож на луковицу, своими многими уровнями. Тот мир, который мы знаем, это лишь один из многих. Иногда мы пересекаем границы и выходим в другие плоскости, другие миры. Очень похожи для нас, но не совпадающие с ним. И ты случайно сам пошел в один из такой миров. Он утверждал, что человечество воспринимает известный мир в том виде, в котором мы его воспринимаем, только благодаря тому, что все мы обладаем одинаковыми характеристиками энергетической однородности и внутренней связанности. Это уровень субъектов, который получен в результате воспитания и образования. Мы автоматически обретаем соответствующие энергетические характеристики в процессе воспитания и относимся к ним, как к чему-то само собой разумеющемуся. И мы не отдаем себе отчета в их жизненно важном значении до тех пор, пока не сталкиваемся с возможностью восприятия миров, отличных от того, который нам известен. Но когда это происходит, мы со всей очевидностью сознаем, что для адекватности и полноты восприятия новой реальности нам требуются новые характеристики энергетической однородности и внутренней связи. В чем различие между физической и энергетической составляющими частями? Спросил я тоже, Кастанеда. Различие между ними в том, что физическая часть это часть общепринятой системы описания мира. В то время как энергетической, этого сказать об экограммитической, это сказать нельзя. Но энергетические сущности, такие как сознание, так же существуют в нашей Вселенной. Мы, как обычные люди, замечаем только физический мир, потому что нас приучают к этому. Маги замечают еще энергетический мир. Все по той же причине их приучают к этому. С точки зрения магов, Вселенная состоит из уровней, которые энергетическое тело может пересекать. Знаешь ли ты, где маги прошлого живут по сей день? На другом уровне, в другом слое луковицы. Путешествие энергетического тела определяется исключительно положением точки сборки. У каждого из нас есть личные тонали, есть коллективные тонали для нас всех. В любое данное время. И его мы можем назвать тональным временем. Личные тонали в нашей действительности. И тональ для всех это реальность, в которой мы согласованно существуем. Можно сказать, что тональ времени это то, что делает нас похожими. Как похожи все столы в ресторане. В то же время каждый стол существует сам по себе. Как личный тональ каждого из нас. Однако, следует помнить, очень важную вещь, что все мы знаем у нас самих, о нашем мире, находящихся... А, все, что мы знаем о нашем мире, находится на острове тональ. Понимаешь, о чем я? Я хочу сказать, что целостность самих себя возможно засеять только, если полностью понимаешь, что мир это просто точка зрения, независимо от того, принадлежит ли это точка зрения обычному человеку или магу. Мы говорили об уровнях субъекта. Говорили о телах. Это довольно распространенный концепт в трансреальных философиях. Это чакры, йоги. В йоге, вандуизме, в буддизме. Точка сборка Дону Хуана, которая тоже может перемещаться. В различных теософских концепциях, ну, скажем, Балавадской, там целый список тел. Плотное тело, эфирное, астральное, ментальное, причинное, атмическое. То есть они во разных концепциях меняются местами, их количество колеблется от семи, от трех до пяти. В принципе, это не имеет большого значения, то есть кто как видит. Но различают именно, что есть субъекты, у него множество тела. Кастанеда искусства сновидения. Дон Хуан говорит нам о власти над нами обыденного мира. В результате того, что точка сборки неподвижно пребывает в обычном месте. Именно эта неподвижность точки сборки делает наше ощущение мира настолько самодостаточным и тягостным, что мы не можем выйти за его пределы. Гурджиев. Обычный человек не обладает телами и не имеет соответствующих функций, но часто думает, что они у него есть, и заставляет думать так других. Мы говорили, что да, действительно, человек слабоорганизованный, хоть и имеет ментальное тело, но обычно это не индивидуальное тело, а одно тело нанес на множество людей, на коллектив. Точно так же, как, скажем, разумное тело у популяции, одно на целую популяцию. Отдельный оск не имеет разумного тела. Среди причин такого явления надо отметить, во-первых, тот факт, что физические тела работают с теми же высшими субстанциями, из которых состоят эти тела. Но только в нем эти субстанции не кристаллизованы и не принадлежат ему. Во-вторых, они имеют все функции, а аналогичные функции более высоких тел, хотя, конечно, значительно от них отличаются. Ашо выделял семь тел. Я вот зачитаю последнее тело, нервоническое тело. В седьмом теле напряжение существует между существованием и несуществованием. Седьмое означает потерять даже существование в несуществовании. Это не значит потерять себя, это просто потерять. Существующее становится несуществующим. Тогда приходит к первичному истоку, из которого пришло все существование, и в которое оно уходит. Из него выходит бытие, не возвращается небытие. Сущая само по себе всего лишь фраза. Если кто-то хочет познать полностью, он не должен уходить в несуществовании. Если он хочет познать полный круг, он должен стать несуществующим. И во всех трансреальных практиках, в принципе, познание и достижение нового познания, и познание себя, и познание мира, описывается как смещение уровней субъекта, или переход с одного уровня мира на другой уровень мира. В йоге это осознание чакр и подъем кундалини, внутренней силы по чакрам. Дунханс описывает познание как смещение точки сборки. В теософии перемещение по телам. Кабала описывает как восхождение по уровням. Карл Скастанеда, искусство сновидения. Он сказал, что вторым вниманием древние маги называли результат фиксации точки сборки в новом положении. Они рассматривали второе внимание как полноценную сферу деятельности, подобную обычным повседневному вниманию. Дунхан подчеркнул, что маги действительно обладают двумя полноценными сферами деятельности. Одна из них, небольшая, называется первым вниманием осознанием мира повседневности или фиксацией точки сборки в привычном положении. Вторая сфера деятельности гораздо больше первой. Это второе внимание, осознание иных миров или фиксация точки сборки в огромном множестве всех возможных положений. Монтаку Панишада. Оно не постигается ни глазом, ни речью, ни иными чувствами, ни подвижничеством или действием. Но когда существо очищено светом познания, то размышляющий видит его и лишенного частей. То есть речь идет о том, что если мы можем подавить в себе внутреннюю речь, если можем подавить развлечения феноменов, отрешиться от мыслей, очистить свои тела низши, то мы тогда можем ощутить высшие свои тела и отождествиться с Абсолютом. Мехадрияковым Панишада. Ибо где есть что-либо подобное двойственности, там один обоняет другого, там один видит другого, там один слышит другого, там один говорит другому, там один мыслит о другом, там один познает другого. Но когда для него все стало Акбаном, то как и кого сможет он обонять, то как и кого он сможет обонять, то как и кого он сможет видеть, то как и кого сможет слышать, то как и кому сможет говорить, то как и о ком сможет мыслить, то как и кого сможет познать. Как сможет он познать то, благодаря которому он познает все это? Как сможет он познать познающего? Стань Акманом и познаешь себя, и ничего другого для тебя не будет. А что? Тот момент, когда вы поймете весь процесс работы своего ума, станет моментом неотождествления. Когда вы перестанете отождествлять со своим умом, впервые вы познаете себя как сознание, как неум. Ум становится для вас объектом, подобно тому, как вы воспринимаете окружающие для вас людей, или мебель в комнате. Вы станете воспринимать и осознавать свой ум, умственные процессы. Теперь вы являетесь этим осознаванием, неотождествленным с рассудком. То есть, описывается переход на некий уровень выше ментального, когда наши ментальные события, поток мыслей, которые плавенствуют над нами, когда мы находимся в нормальном состоянии, становятся таким же управляемым, таким же данным, как вещи, на которые мы можем закрыть глаза и не смотреть, открыть глаза, смотреть, может подвинуть. Платин. Тот, кто желает созерцать какую-либо из умопостигаемых сущностей, тот должен удалить из своего сознания все чувственные образы, и только тогда может увидеть то, что стоит выше чувственного. Точно так же и тому, кто хотел бы узреть то, что стоит выше номинов. Необходимо отрешиться от них, и только тогда он узрит его. То есть, сознает, что он есть, хотя и не будет в состоянии познать и выразить, каково оно есть. Потому что качество присуще из тому, что не есть качество, а субстанция, и значит то, что не есть определенная субстанция. Тому не может принадлежать и никакое качество. Практически во всех трансреальных практиках, в трансреальных концепциях бытует понятие реинкарнация. Это и в дзен-буддизме. До существования мира природа личности уже существует. После разрушения мира природа личности остается нетронутой. До сизме. Рождение не является началом, так же, как и смерть концом. Существует безграничное бытие, существует продолжение без начала, бытие вне пространства, вне пространственность без начала во времени. В суфизме, вруми. Всему, что зрим, прообраз есть, а слово есть для нас. Она бессмертна, и умрет лишь то, что видит глаз. Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих. Исчезли вовсе не они, а отражения их. Гурджиев. Но даже если то, что и переживет его, будущее может оказаться очень... И даже если что-то переживет его, будущее может оказаться очень различным. В случаях более полной кристаллизации, после смерти, возможно то, что называют перевоплощением. В других случаях, то, что люди называют потусторонним существованием. В обоих случаях, это продолжение жизни в астральном теле, или при помощи астрального тела. Вам известно, что значит выражение астрального тела. Но знакомые вам системы, употребляющие это выражение, утверждают, что астральным телом обладают все люди. Это совершенно неверно. То, что можно назвать астральным телом, приобретается благодаря сплавлению. То есть, посредством ужасно трудной внутренней работы и борьбы. Человек не рождается с астральным телом, и лишь немногие его приобретают. Если оно сформировалось, оно может продолжить жить и после смерти физического тела. Может родиться вновь в другом физическом теле. Это и есть перевоплощение. Если оно не родилось вторично, тогда спустя некоторое время оно тоже умирает. Но оно не бессмертно. Оно способно жить долго и после смерти физического тела. То есть, если человек своим трудом, в принципе, это может быть и научный труд, но чаще всего это какие-то практики специальные, может создать свое ментальное тело, как-то сцепить ноумены в некое единство, индивидуальное, то оно, естественно, может продолжаться существовать и после смерти физического тела. Естественно? Естественно. Ну, это трудно себе представить, потому что мы говорим о бессмертии тела. Если тел нет, тел нет. Здесь интересный эксперимент. Факты интересны. Потому что все эти многочисленные цитаты, они производят впечатление в такое некое упоение речи. Они тут что-то люди придумали. И в этих речи, в этих понятиях, ну, как вот Бердеев и тот же, как он, Гуджиев, да? Гуджиев. В нем это вращается. Он ходит себе, фантазирует, придумывает, что... Ну, это много тысячелетняя практика. Ну, это, ну, быть может, но это некая тысячелетняя практика. Получается, что вне каких-то фактов, собственно, практики, именно чего-либо еще, она превращается в некий набор слов, то есть в некое упоение речи. Здесь, понимаешь, что... Он, Гуджиев, по всей видимости, человек был достаточно образован. Ему надо было, быть может, мне это были какие-то скрытые параметры какие-то объяснить, почему он лучше других людей. Ну, как же, у него же есть... Нет, у него... Личная личность, диознальное тело. Некоторые эффекты, которые он производил, были недоступны другим людям. А, вот это было бы интересно. Вот это, вот это... Были свидетельства, что он мог подчинять себя... Личности и внушать им что-то, и без речи, и... Разговаривать с ними, с людьми, со своими соратниками, ну, тихо-тилибатия. Записан где-то факт, что он... Корову уложил на расстояние, ну, просто стоял здорово, корову, он ее уложил, то есть убил. Он ее убил или положил просто? Кажется, убил. А, убил, ну, какой-нибудь... Ну, не лучший случай. Вот. А Ленский, наш современник, бычка оживил, и бычок еще ходил, после того, как у него была вся кровь вылита. Просто вылита кровь, он ходил. Ну, это все как бы... Вот. Реинкарнация... Все это единственные факты, она... Нет, реинкарнация сейчас считается научно доказанным фактом. Ну, только на основании ЛАЗДАИКС-ферменов. Нет, 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 нет. И я... Жалко, конечно, сейчас, но это может... Пару секунд найти фамилию, я не помню, американский следователь. Он... А как это он доказал? На 15 лет он ездил по всему миру и собирал все факты реинкарнации. И доскональнейшее, то есть запроктарировано, у него все было на уровне вот юридические. То есть вот приезжает, мы говорим, что вот человек утверждает, что он жил где-то там. Все документы проверяют, что никогда он там не был. Прежде он проверяет точно, что... Вот он учился, никогда не выезжал, ни одного билета. То есть все родственники подтверждают, все протоколы прописаны. Человек никогда не выезжал из этого города. Он утверждает, что жил в соседнем штате где-то там, в Индии, да? Он берет его, ведет, и он называет в этом доме все, что... И таких фактов набрал множество-множество десятков, и не только в Индии, а по всему миру. То есть это считается доказанным. Другим доказанным фактом внетелесного существования. Это внетелесное существование при клинической смерти. Это проводится сейчас эксперимент по всему миру. Во всех реанимациях, где происходит клиническая смерть в этих операционных, да? На шкафы кладут картинки какие-то. И они лежат там постоянно. И если человек после клинической смерти выживает, он потом рассказывает, что он видел на этих картинках. Это должны быть зафиксированные факты. Есть факты с внетелесным существованием, которые... Я не знаю, что лучше с хатинками этого случая, а редкарнация. Это не редкарнация. Это другой, да. Это внетелесное существование. Это не редкарнация, да. Ну, я даже не назвал это внетелесным существованием. Человек в случае клинической смерти остается в теле в полный период. Есть факты исследований с неинтересным существованием, когда человек умеет. Секундочку. То есть, условно говоря, картинки разложены так, что вот с операционного стола... Конечно, нет. Ты смотришь, что наверху они разложены, вверх, в потолок смотрят картинки. Не то, что он лежит, и он скажет, нет, ну это же как-то абсурдно. Именно вот. Реанимация считается доказанным, да. Ну, и... То есть, очень много. Конечно, здесь есть некий такой вот вопрос, что... В последнем докторе Харуси был мальчик летал. Множество фактов у... Ой, ну, начинают уже слова вылетать. Бертиевой. В последней ее книжке очень-очень много фактов. И вот есть интересное существование, и... Да, это интересное обсуждение. Да, да. То есть, ее очень в последнее время гнаили за это, что она отказалась от научных своих. То есть, она всю жизнь работала с мозгом, пыталась обосновать ровное количество фактов, не смогла. И в конечном итоге пришла к выводу, что их персональная наука не может объяснить. Ну, та же Ванга, когда она к ней пришла, Ванга сидела с мозгом и назвала ее по имени, да. Она давно тебя ждала, заходи, по тебе в Терево. Терево Петровна сказала, да ли, ты пришла, она давно тебя ждала, заходи. Никто ей ничего не сообщал, мне что и все она сообщила, что и как ей нужно. То есть, данных огромное количество. Опыты Юнга, когда карты предсказывали... Ну, это не самого Юнга, он просто описывал. Раздача карт предсказывалась из будущего. Ну, то есть, уже предсказывалось, какая карта упадет, а карты раскладывались через несколько часов только. Не после. Да, и при этом еще на разных континентах. Это происходило, опыты проводились в Штатах и в Европе. То есть, очень много. Но есть, конечно, большая проблема, потому что, когда человек достигает уровня смещения точки сборки, когда человек познает какие-то возможности, вот, трансреальные, трансперсональные, ну, он не может об этом рассказать. То есть, все, что он может рассказать, он может в нашей терминологии. То есть, может сказать, что да, а он может даже не видеть это. Здесь, вот, из всего этого зачитано, что важно, во-первых, что не пересекающиеся практики. То есть, не то, что они друг друга списывали. Явно, что и индейцы Южной Америки, и, скажем, индусы, и даосы, они, ну, были, конечно, какие-то, они передавали. Суфи, конечно, учились у индусов чему-то, да, но описания, которые делаются людьми, которые просветленные, входили в просветление, у всех практически одинаковые. Может быть, это единство логики? О-о-о, дело в том, что, если говорить о логике, то мы в логике описываем мир по-другому. И если говорить даже о логике, которая зародилась в Греции, греческой логике, Платон, Аристотель, то логика Платина катастрофически отличается от них. Тем не менее, Платин – это неоплатоник, он как бы считал, что он… Нет, неоплатоник – это мы называем просто… То есть, дело тоже неоплатонизм. Весь, который был и прокл после, это все-таки обычная философия. И из них единственным просветленным был Платин. И он построил именно иерархию своего мира от единого через ум, душу и материю, и описал именно как эманацию, что, в принципе, не было в логике всей мифологической и, скажем так же, уже околонаучной, преднаучной логики Греции. Как же мифология так и рассуждает, все, например, родилось из яйца там? Нет, это другое. Когда из единого, это не из яйца. Там там все понятно. То есть, вот есть некий предмет из этого предмета, а здесь из ничего. Ну, а есть и Гераклит, что отец и сын одно типа того. Да, а Гераклита тоже просветленный. Да, да. То есть, если вы хотите просветленный... То есть, изменяется, он... Да, то есть, Гераклит и Платин – это просветленные мыслители. Так как? Тех, у которых было видение, у тех, которые входили в другое состояние психики. Просто, когда же обращаешься ко всевозможным вот этим деятелям, Блаварской, Гуджиев, и смотришь, что они хотят сказать, что же они такой совокупности банальности-то воспроизводят? Чего же они не могут сказать чего-нибудь хорошего и интересного? Нет, дело в том, что хорошее и интересное, можно сказать, на уровне науки. А все, да. А они же... Банальности, да. Естественно, банальности. Потому что, ну, допустим, если кто-то знал даже что-то научное и попал в Древний Египет, пытается объяснить, но он как объяснить? Ну вот, сейчас, тогда одну из банальностей, вот как раз вот к этому... разговору зачитаю. Жалко, что я не... Ну, если бы был какой-то особенный канал для того, чтобы какую-то информацию черпать из этих вот источников, да, вот мне это... Да нет никакого канала. То это как бы все равно проявлялось бы. Так что проявляется. А то они говорят уже, на самом деле, все то, что, в принципе, вот из пустотого порослия перечисляется. Ну, кого-то, ты... Понимаешься в структуре языка, ты эту штуку, их инструментарий освоил, он несложно, и можешь воспроизводить это дело. Нет, естественно, что... То есть эта штука, я вот обращаю внимание, она настолько несложна, что даже Николай Бердеев может ее воспроизвести. Еще немножко, и бы Собачка Павлова, когда в колоде. Скажем так, что огромное количество людей, огромное количество людей, которые действительно просто воспроизводят логику... Но среди них есть действительно просветленные учителя, и я не думаю, что... Вот это просветление было бы очень интересно, но вот так, ведь у Кастаненда описано достаточно много экспериментов. Ну, с домом Куя, Хуаном, тем самым. Когда сам себе помогаешь, тоешь вручей, сам себе... Ну, по-моему, это... Дом Хуана и Кастанена, это литература о деятельности. Нет, про литературное написание... Ну, это вот... Способ является литературным деятельностью или не является литературным деятельностью? Нет, скажешь, нет. То, что Кастаненда... Это не эта литература, но то, что он отделялся, То, что рассказал Дун Хуан, это нормальная шаманская практика. Он мог ее просто прочитать в книге? Похоже. Тем не менее, эта практика какая-то есть, и к ним можно закрылые двери относиться. А Блаватская с компанией там не практика. Нет, Блаватская к этому не имеет отношения. Там ни практики, ничего. Да, там нет ничего. Тем не менее, какая-то убеждительность была. Есть трансперсональная психология, они там занимались. Но у нас же трансперсональная психология не до конкретных вещей. Они над утверждением, что все течет, все меняется. И во всем есть единая ерунда. Нет, но они, например, утверждают, что можно по треку времени опуститься до своего рождения. Это да. Но это уже конкретная вещь. А утверждение, что весь мир один, это пошлая банальность. Это конкретная вещь. А утверждение, что весь мир один, и что все живое, типа Гуджим. Так, а может быть, просто ничего они не могут сказать по этому поводу. Это банальность. Но они говорят все то, что просто, как бы, вот. Все, что можно сказать, они и говорят. Все остальное есть переживание. Ну чего ж они такие, да. Я согласен, что вполне возможно, что это так. Но тем не менее, хоть что-то можно сказать. Вот трансперсональные психологи, своим путешествием по ЛСД, они же говорят не банальности. Они говорят, вот, весьма достаточно конкретные вещи. А тут-то почему совокупность банальности-то? Давайте зачитаем, откуда берутся банальности, как они могут. Взгляд снизу. Что могли бы поведать животным, их просветленные собратья, как могли бы объяснить содержание суть высшего мира, которому еще нет названия, но в которой они, просветленные и просветленные животные, какими-то уфишлениями, медитацией на мозговой косточке, сумели проникнуть. Прежде всего, они сказали бы, что надо освободиться от пут адаптации. Не ждать поколениями, когда популяция изменится под новые условия, не тянуть за собой груз старых инстинктов и надеяться на постепенное возникновение новых признаков. Там, в том новом мире, адаптация происходит мгновенно. Животные, достигшие нового уровня совершенства, не держатся случайные признаки, а меняют их по необходимости, натягивают и сбрасывают шкуры, меняют их цвет, перемещаются в пространстве быстрее. Максимально возможной скорости гепарда держат в ладонях огонь, живут в любом из мыслимых миров, летают в небе, плавают в океане. Поверили бы животные своим просветленным. Смогли бы просветленные твари что-то продемонстрировать из своих знаний, полученных в социале? Наверное, нет. Но зато как возвышенно, как поэтично. И это не шутка. Скорее всего, среди животных периодически появлялись просветленные особи, наделенные ненаследственной и неприобретенной непосредственно опыте адаптивной гибкостью, свойственной лишь человеческому рассудку. Оказали они какое-либо влияние на эволюцию конкретной популяции? Предположительно, нет. Как, наверное, и наши социальные просветленные на жизнь людей. Сам феномен просветленности, феномен непосредственно межуровневого контакта, скорее всего, имеет большее отношение к формированию последующей эволюционной системы, чем к функционированию текущих. Ну, вот тот же вопрос. Что смогли бы поведать просветленные животные о социале? Не показало бы, потому что у нее нет самолета. У нее нет слова для самолета. Нет, она там не поняла. Тварь попала туда, она переместилась с континента на континент. Так вот, здесь и важно попытаться отличить состояние просветленности от галлюцинации кота, обожжавшегося валерьянки. Да, но скажем так... Кот обожжался валерьянки, и ему кажется... И у всех котов, если они обожжутся валерьянки, у них будут одинаковые галлюцинации. Одинаковые галлюцинации у них будут, но... Нет, если мы берем ЛСД, ЛСД, тогда бы было так, действительно, что у всех людей были одинаковые галлюцинации от ЛСД. А у всех разное. Разное. И при этом они рассказывают то, что никогда в жизни знать не могли. Это да. Поэтому утверждение трансперсональной психологии, оно носит содержательный характер. Утверждение Блаватской, Гурджиева и всех прочих, они носят характер такой, даже не поэтический, а пошловато всеобщий. Блаватская, да, Гурджиев во многом, да. Ну, это те же цитаты, которые цитируются. Если мы берем, скажем... С Кастанедой не так. С Кастанедой, если мы берем древние индусские, буддийские, то там мы понимаем, что они просто на том языке выражали, не могли никак иначе выражать. Ну, очень трудно пробиться к ним конкретному содержанию. Да. Понимаешь? Так, мы возьмем йогов. Да. Скажем. В данном случае мы видим... Йоги, кто они, да. Да. То есть человек может путем практики некоторой сильно изменить свое субъективное положение в мире. То есть свое объектное наполнение, свою объектность. То есть, по сути, йога это и есть практика изменения своей объектности, своей интересности. Вот. То есть, вот, пожалуйста, яркий пример. И мы видим, что человек останавливает сердце, замораживается и все, и живет, существует. Это факты. И, скажем, если... То есть, ну, это опускание точки сборки вниз, да? Эти эффекты. Когда мы поднимаем точку сборки вверх, то мы не находим языка для того, чтобы писать. Здесь мы понимаем, что вот сердце остановилось. Да. То есть, мы, вот, там какие-то эффекты, которые описаны. Когда мы, как тот же вот животное, поднявшись в социал, мы не имеем языка описать. И верить по этому, ну, не можем. Ну, остается. Ну, вот, всякие возможные реальные эффекты. Конечно же, понятие эгрегор, оно активно используется обычной, прагматичной социологией. Но почему используется именно прагматично? Потому что есть некоторый эффект. Ну, да. Но это очень низкий уровень. Ну, тем, тем не менее. А то, что человек... Тем не менее, эгрегор, как таковое, он в каких-то факторах описывается. Ты можешь с ним как-то взаимодействовать, что-то еще с ним происходит. Если подводить итог, то, скажем так, что верить, не верить, где чужд, где не чужд, где что. Но практически все элементы, которые описаны в трансреальных философиях, то они как-то очень логично формулируются на языке абсолютного релятивизма и релятивистской антологии и темпоральной антологии. Да они очень... Есть большая опасность, что они так хорошо описываются по той простой причине, что вы можете описать практически все, используя всего лишь простые рассуждения о повышении и понижении точки сборки. Да, но при этом... Если что-то мы не понимаем, значит, надо толчку сборку поднять. Нет, нет, нет. Если мы что-то не можем, значит, ее не допустим. То есть здесь, когда мы говорим о Кастамиде, о толчке сборки, мы говорим, что вообще не знаем, что это такое. Когда мы рассуждаем, вот мы рисовали человека и его тела, да? Да. То есть мы понимаем, что это некое темпоральное... То есть мы берем некое универсум событий, и вот как мы выделим, вот как мы выделим из этого универсума событий некую общность, и это составляет некие тела, то есть ему тогда появляется язык разговора. Разговор он бывает, но... И смещение точки сборки, это значит изменение темпоральности субъекта. Да. Переход его к телу больше тем порадует, тем меньше. Вот и получается. Все, что мы не можем, мы объясняем тем, что нам надо спуститься вниз, а всем, что мы не знаем, мы объясняем тем способом, что нам надо просто подняться вверх. А вот так ведь не должно быть. Должны же быть вещи, которые в таком проходе запрещены. Не надо все пытаться объяснить. Если Теория объясняет все, то она не верна. Нет, ну здесь не все, конечно, объясняет. Здесь просто появляется язык, на котором можно обсуждать. Даже не говоришь, что она все обсуждает, но объясняет. То есть... Ну и Бавадская, по сути, о чем она была интересна, она тоже людям предложила некий язык. Некий язык, на которую... Некую среду, в которой люди, особенно поэтически отдаленные, в этом языке вращались. Я сам по себе знаю, что меня лет 20 минут назад научили гадать по ушам. Тебетскому гаданию по ушам. Ну, несколько простых способов. Я потом два дня еще или три ходил, смотрел людям на уши и делал из-за этого какие-то выводы. Просто я оказался в рабстве определенного языкового концепта. Этот языковый концепт на мной управлял и вновь давлял. Но это гадание по ушам, я думаю, не имеет действительности никакого отношения. Это просто вот некая языковая конструкция. Оно имеет к действительности отношения, потому что это и есть действительность. Эта фраза, что к чему это имеет отношение, вот она есть некая действительность, маленькая действительность, даже маленькая реальность для некоторых людей, которые этим занимаются. Ну это понятно, но это реальность языковой практики, а не реальность реальности. Нет, другой нет, кроме языковой. Ну вот я не думаю. Нет, ну в физике настолько примитивные люди, что они думают, что у них есть другая реальность, кроме языковой. Нет, я имею в виду здесь в данном случае под языковой реальностью. Все, что мы можем различить, объектная реальность. То есть язык это, ну, просто один из вариантов объектной. То есть мы различаем некие объекты, все, что мы могли различить, и на уровне электронов и молекул, мы это рассуждаем. То есть это тот же язык такой. То есть до того, как не было электрона, мы этого языка не было, мы рассуждали на теплороде и на других языках. То есть в данном случае, в общем, это тоже язык. Это тоже наш способ описать. И вот на том уровне, на котором совпадают наши описания, мы говорим, вот это реальность, да. Вот мы одинаково пользуемся одинаковым языком. Вот это реально. Скажем, если физик не использует, скажем, там, торсильные поля, то они будут и нереально. Торсильные, торсильные поля. А если несколько альтов, альтернативчиков используют, для них они и реальны. Ну, они никаким экспериментом их реальности не смогут. Да, если они не действительные. Но если, они всегда скажут, пока. Ну, да. А так нет. Ну, в любом случае, это всегда так. Так нет, а зачем, если пока их нельзя, зачем? Ну, там вообще наук не было. Потому что любой ученый, когда вводит некий концепт, он всегда до каких-то приведет к пока. Да, но иногда эти концепты бывают правильные, иногда бывают неправильные. Да. Он думал, после того, как был эксперимент, подтвержден, что они неправильные. Но, тем не менее, это означает, что у нас языковые игры от действительности отличаются. Можно просто играть языком. Как Балавацкая играла языком, играла. Может быть, она... Не отличается. То есть, в том-то и дело, что если мы их отличаем, тогда мы придем к концепту. Нет, 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 абсолютно реальность существующая. Я-то как раз считаю, что капалистическая ситуация, что упражнения с буквами, цифрами и языком, они не могут ничего сделать миром. Я-то как раз, я вот так думаю, что капалистическая концепция не верна. Действительно, есть некая действительность, есть некая... В реальности есть некая реальность, да, которая никого не имеет отношения к простым языком играм. То есть, ни молитвы не может ничего сделать, да? Нет, я хочу... Нет, я... То есть, если она может это сделать, то это надо показаться как... Расстановку может что-нибудь сделать? Расстановка, да. Так это говорит об реальности некоторой, понимаешь? Это просто... Это очень опасная... То есть, либо мы должны четко выделить, вот это реально, это нереально, либо вообще не употреблять слово реальность как существующая, вот некая данная... Как существующая, как существующая. Ну, существует все. То есть, химера... Химера существует? Химера. Существует. Я думаю, нет. Нет. Вопрос... А потому что восстановка по химеру существует, а химера нет. Нет, дело в том, что у всего разное существование. У любого выдуманного слова есть существование, образы есть существование. Это существование образа. У стола другое существование. То есть, если это существует, это не существует, мы упрёмся в тупик. То есть, нужно просто говорить, что есть разный способ существования. И существование стола гораздо... Опять сказать, что химера не существует действительно, существует в нашем уме, что называется? Не в уме. И в этом смысле она существует. Не в уме. Она существует. Вот есть некоторая область, в которой люди договорились, что вот это есть. И она там существует. Когда я называю слово химера, все понимают, что она существует. Вот я полагаю, что это не все-таки нет. Но это не гумия. Опять же, это не к некоторому уровню. Что я поднимусь на некоторый уровень, и тогда увижу химеру, пасущуюся на лужку. Зачем? Опять же, нельзя так говорить. На лугу пасутся реальные кони, кони одного уровня. Это понятно. А там нет луга. Химера будет пастись на химерическом лугу, да? Ну, может быть, или вообще не напомню, не будет пастись. Я-то как раз думаю, что есть сущности типа химер, которых нет ни на миху, ни внизу, нигде. Просто нигде. Вот в основке по химеру есть, а сущности типа химеры нет. Она сама не сущность. Вот химера, вот это уже есть сущность. Но другого порядка. Просто другого порядка. Так как нет шестиногих, питающих, допустим, ничего. Так и химеры нету. Нигде. Ни на верху, ни внизу. Ну, скажем так, на внизу шестиногих, я-то вверху, может, я могу нарисовать, это будет... Есть призрачное существование. То есть минимальное существование. Но если оно есть, то есть существование. То есть не стоит... Вот существует, не существует... Не существует то, что является объектом для тебя. Но если это есть объект, вот есть объект, Скажем, я скажу, трам-дэн-там. Это уже существование. Сказать, что химера и всякое прочее не является объектом ни для кого. Почему? Вот я только что произнес слово впервые, и оно уже существует. Да, слово существует, а трам-дэн-там нет. Я же не говорю что-то еще. Как и слово химера существует, но химера нет. Нет, вот есть разница между словом трам-дэн-там и химера. Есть большая разница. У них разное существование. Потому что, если я скажу химера, поймут многие. Это уже другой. Когда я это слово сказал, я вообще никто ничего не понял. Существование минимальное. Вмена существует как культурная индустрия. Да. Она существует как культурная иллюзия. Да. Это на самом деле. Это и есть на самом деле. Это просто разные дела. Скажем, если мы начнем... Просто в религистической классифии нет, потому что существование само по себе. Никуда для кого? Она всегда есть. То есть, скажем, для кошки экономика не существует. На самом деле, для нее вообще понятия на самом деле экономики нет, но консервы из вискос, из холодильника у нее появляются. Откуда? От Бога. А для нас она существует. То есть, просто разной степени существования, ну, всегда есть хоть что. Если мы что-то различили, различение, объектность, это и есть существование. Если мы начнем различать, что этот объект существует, а этот не существует, мы тут же философизируем. Обновременно точно так же. Не существует такой позиции, в которой дважды два равно пяти. Ну, просто ее нет. Как и химера. Нету такой позиции. Почему? Ни наверху, ни внизу. Почему? Я вполне могу себе представить математику, в которой это будет дважды двадцать четырех. Вы с помощью этой математики сможете что-то, какие-то теоремы? Конечно, почему? Она есть внутри математики. То же самое, как при разговоре, что про мнимую единицу, да? Ну, не существует мнимая единица. Мы здесь не можем. Она запрещена до какого-то момента была. Потом в математике появилась мнимая единица. Фактор мимой единицы дважды двадцать 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 двадц Математика была запрещена. Слово это совершенно ничем. В нем единица была запрещена математикой. Математикой. А дважды 2,5 запрещено математикой. Это разница. В этом разница, конечно. Есть много чего запрещено. Поэтому это дипломатическое существо. Влечет не о том, что для кошки нет экономики, а о том, что химерия нет ни для никого, ни для кошки нет. Ни для изященского грекера, ни для никого еще. Пальроны по тем же причинам, по которым дважды 2 равно 5 тоже нет ни для кого. Ну ни для кого нету. Почему? Она есть. Тоже сказать. Это объект не математический, скажем. Это объект. Как поэтический. Язык позволяет сказать как зеленая синева. Да. Как слово да. Как слово да. Опять же, мы говорим о том, что нельзя сказать это не существует. Это существует на уровне только языка. Да. Ну вот. Да. Язык позволяет. Поэтому. Вот если мы начнем двигаться по этой линейке, мы не можем сказать, что существование этого стола отлично от существования химеры. Поэтому я и говорю, что язык не имеет слова, это просто игры в слова. И больше ничего. За ними нет реальности. А у нас вот со Стасом реальность есть. В ней 2х2 равно 4. Да, вот у вас реальность такая. И мы даже думаем, что 2х2 равно 5, оно ни на одном уровне, ни выше, ни ниже, никогда не станет. Вот мы сейчас с Булатом придумаем какой-то язык между собой, что я говорю, он стучит стучит стучит, он говорит, а я вот это все. Мы договорились. И после этого я говорю, бух, он делает. И что? И вот этот наш Стас, это наша реальность. Да. Но разницу вы видите между вот этой вашей реальностью, вот этой с Булатом, и выражением 2х2 равно 5. Мы просто придумаем. Ну, опять же. Если мы договоримся, что 2х2,5 это будет что-то назначать, это будет наша реальность существовать. Ну, короче, мы здесь, ну, в общем эту точку фиксировали, да? Разничью. Фиксировали. Просто еще что-нибудь сейчас. Нет, все. Все, да? Ну, сейчас-то все на 2. Кстати, интересно, что по поводу тех же самых трассионных полей, да? Ну. Понятно, что там не только в эксперименте никакого не могут это доказывать, там даже, я абсолютно уверен, нет никакой логичной теории, да? Скажем, теория обычная, физическая, она пусть с недостатками определенными, но она, так сказать, может вычислять какие-то параметры, предсказывать новые эффекты и так далее. То есть это рабочий инструмент. А там нет ничего кроме слов. Видите, там трассионные поля, там туда-сюда. Нет, это не так. Это не так. Я немножко вопросом интересовался. И я могу объяснить, в чем здесь проблема. Это не имеет уже совершенно доклада никакого. Смотри, есть Эйнштейновская теория, общая теория населенности. У ней всевозможная гравитация, это искривление пространства и реальную структуру. Теперь ты можешь построить более сложную ситуацию обобщения, так называемую Эйнштейна-Картан. Она состоит, что у тебя диск, который у тебя вот такой кривой, да? Такая пространство будет. Оно еще есть пространство соскучивания. И этому пространству соскучивания будут соответствовать свои проабетационные поля. Понимаешь Да, тензер вкручение не равен нулю, а у нас он равен нулю в общей теории относительности. Раз он неравен нулю, должен быть про поля, потому что говорить про них, что не выполняется закон сохранения момента импульса, нельзя, потому что в диалоге относительности закон сохранения энергии и импульса не сохраняется. Чего тогда не сохранялся и это может быть законно. И вот он есть. То есть я всегда говорил что проблема современной физики состоит не в том, что торсионные поля есть, А проблем является тем, что их нет. Вот если бы они были, тогда было бы все логично. Почему тебе не перейти от такого гнутого пространства, еще по пылью со скручиванием? Ты к нему приходишь, ты зарабатываешь трансляционные поля. Как раз здесь все нормально, все логично. Сразу же после Эйнштейна появилось. Проблем является тем, что их нет. Хотя ребята какие-то там установки что-то делали, у них что-то там летает даже. Ну я не знаю. Давайте к проблеме-то вернемся. Все к проблеме-то. Мы решили, что уже все высказали. Нет, ну это, собственно, вы просто спорите как-то конкретно, а есть просто определенные проблемы. Проблема, состоящая в том, что Александр утверждает, что все, что только можно придумать и все, что можно высказать, все это существует. На каком-то уровне, для какого-то субъекта. А вы говорите, что на самом деле не все существует, что одно что-то существует, а другое просто является выдумкой, является там некое случайное. Одно является вздом. Производ. Нет, ну это просто, опять же, языковые игры. То есть есть вопрос в том, что как нам выгоднее говорить. И говорить о разном существовании. Об одном существовании. То есть, скажем, материализм и реализм говорят об одном существовании. Существует то, что материально. Или говорить о разном существовании. Материализм так не бывает. Для материалистов, для осуществления, сознание не отрицают? Отрицают. Это кондовый, самый грубый материализм для сознания является эпифеноменом. Это является лишь всего лишь... Есть материальные процессы, они могут проходить вот так, как проходит, а сознание это вот нечто такое вот, из которого вся эта аналитическая философия американская сейчас вот в этом идет, что-то. Это некий эпифеномен. Пожалуйста, почему... Вопрос стоит. Почему нейронные процессы сопровождаются какими-то видениями? То есть они могут идти без видений, нейронные процессы. Именно кондовый материализм существует, только вот материальные процессы. И все можно свести к материальным процессам. Тогда да, если мы говорим о разных существованиях, тогда да, мы говорим, что есть отдельное биологическое существование. Скажем, если мы возьмем клетку, просмотрим там химические какие-то взаимодействия на маленьком отрезке времени, и пройдем, ну какие-то химические взаимодействия. Жизни там нет. Ну, Влад, просто ты ходил, открывал, но просто точку зрения фиксировали? Нет, просто факт, я еще хотел сказать. Если Александр утверждает, что все существует, это на самом деле позиция-то невыигрышная, потому что она фактически как бы просто сбрасывает все в одно ведро. Да. Нет, а там нельзя. И ведро уже попредельмет, это становится помойным, да. Просто на самом деле, для того, чтобы так говорить, надо взять все возможные способы существования и выставить в какой-то линейке и объяснить, и доказать, почему они есть. Потому что очевидность как бы против этого, на самом деле. Очевидность наша постоянная. Она против того, чтобы все существовало, все, чтобы не придумали. Здесь вопрос действительно терминологии. И не результатирующая, а начальная. Если я хоть что-то различил в своей действительности, вот я различаю, различил, это является объектом. И тогда, тогда, если не говорить, что этот объект существует, тогда получится так, часть объектов, которые я различил, существует, а часть не существует. Тогда мы приходим к террористу. Нет, дело не в это. Дело тоже. Когда вы говорите про развлечение, это один разговор. Когда вы говорите про языковую игру, про произвол, и существует все, что произвольно важно высказать, это другое. Как вы в своей действительности различили там черную белизу? Понимаете, как? Ну, так вот, вот у меня есть черная белизна. Такое выражение. Для меня это выражение, скажем так, точно так же, как, скажем, не обязательно, чтобы этой фразе что-то соответствовало. То есть, мне нужно путать две вещи. Что есть слово, и есть то, что оно означает, и есть просто слово. Скажем, есть слово «теплород». Оно что-то обозначает или не обозначает, но потом выяснишь, оно ничего не обозначает. Это все понятно. Просто ваше отношение к уровням, и вот когда вы говорили, что субъект смещается по уровням, и сейчас разговор о том, что существует, ведь только чисто вербальное существование, то чисто там существование, там, это, воображаемое, и прочее. Оно никакое отношение не относится к вашему уровню субъекта. Важно к вам. Уровень субъекта — это одно. А как балл? Нет, как это? Синяя зелень. Нет, ну всегда же есть. Агентство — это относится. Игорь, подождите. Нет, это относится. Есть два разговора, а не один. Если мы берем и различаем, вот что существует и что не существует, значит, мы из всего развлеченного должны провести некую линию и сказать, что вот это существует, а вот это не существует. Развлечено. То есть из всего множества, что оно развлечено, что-то не существует, а что-то существует. Где мы эту линию проведем? Дело в том, что есть же произвол же Вы постоянно die линии-то прочерчиваете А у вас какая-то линия необходимая Есть необходимые развлечения Без которых нельзя Есть различения произволенные Вы сами какие-то звуки издаете И они ничего не значат Это просто произвол Вы эту линию прочерчиваете, но она не линия Она какая-то там Нет, ну линия Это графически я говорю Когда говорите про развлечения Это вопрос к сознанию Это вопрос к реальности С этим никакого спора нет. Но есть другой, второй разговор по поводу того, как упорядочивать реальность вербальную, воображаемую. Никакого отношения к этому разговору. Есть некая необходимая упорядоченность, ее внутренняя, имманентная. Либо это все различные субъекты только. Для одного субъекта одно, для другого субъекта другое. Есть некоторая упорядоченность. Вот если скажем, в языке есть некоторая упорядоченность. В самом языке, да? Но при этом, при этом, разные субъекты будут вычленять из этого языка разную область. Элочка-людоедочка вычленит вот столько, и для нее реальность будет описана вот в этих терминах. У кого-то будет вот такая реальность. И точно так же, поскольку язык является все-таки неким отражением универсума, как и математика, например, в прошлый раз решили, да? Что точно так же из универсума мы можем выделить вот такое количество объектов или такое количество объектов. Но сам факт выделения, неважно, что я выделяю. Выделил я этот стол или выделил слово, или выделил выражение. И у каждого свое существование. Хорошо, подождите, хорошо говорите. Но только вопрос идет о том, что он ничего не выделяет. Он просто производит шум. Он ничего не выделяет. Вот субъект, подождите, подождите, вот сейчас ты в ведро все сваливаешь. Я же говорю, я же пытаюсь развести это, различие. Все правильно, когда человек выделяет в качестве объектной сферы, в своей объектной сфере упорядочить, что-то выделяет, различает, это один разговор. А когда он просто производит некие произвольные звуки, он ничего не выделяет. Как же ничего не выделяет? Он просто, ну как? В чем состоит это развлечение? В наличии. У него всегда есть какой-то произвол, вот вы просто что-то делаете. Я не понимаю, правда. Но все, что мы можем различить. Он не различает это неразлечение. Это просто не существует. Как не существует? Ну я оба рыбаколога, что это какой-то произвольный звук сказать. Какой-то произвольный звук, скажи. Значит, уже различил его. Как только ты его произнес, ты его различил. По факту, вот он есть. Это не А, я сказал А или Б. Я отвечал А, это Б. Да, отличил. Я соединил их вместе. Ба-ба, сказал. А, ба. Уже развлечение. То есть, любое, что я развлечаю, является объектом. Мои действительно. Объектом является, но не имеет отношения к структуре. Ну, и отличие. В общем, здесь что было? Было ничто, стало что-то не было. Вы еще раз, вот вы никак не можете ухватить два разговора. Просто, это простое развлечение. Это один разговор. Нет, два разговора. Вот и состоит суть. Вы что, не можете понять? Есть уровни субъектов. Уровни. И он, есть какая-то, условно говоря, нерасшеленная реальность, и в этой реальности движется субъект по уровням, и ее расширеняет в зависимости от того, на каком уровне он все это сделает. Это один разговор. А разговор другой, что есть какой-то субъект, вот он уже, и он что-то вот здесь как бы происходит, и якобы это в реальности что-то меняется. Я отвечаю, здесь же совершенно элементарно. Есть одно понятие движения субъекта по этим уровням, а есть зафиксированный субъект и развлечения им других уровней. Я отвечаю столб и развлечаю звук. Букву. Я в своей действительности зафиксирую. Я сейчас зафиксированный субъект, зафиксированный. И весь мир представлен для меня из объектов, которые я различаю. И помимо того, что с традиционного, что существует, что не существует, я различаю. А я отвечаю просто. Слово различаю, различаю. Не важно соответствовать ему предмет какой-то в моей действительности. Вот и поэтому два разговора. Поэтому я не говорю, что два разговора. Есть первый разговор, где мы как бы со стороны, с абсолютной позиции смотрим на то, как субъект двигается. Есть другой разговор, что внутри вот какого-то уровня субъект там может что угодно придумать. Но никакого отношения к движению вот этого не имеет. Да, вот об этом идет и речь. А Игорь ведь об этом говорит, что химеры нет нигде. Почему? Потому что кто-то придумал химеру. Вот мы придумали на нашем уровне химеру. Ее на других уровнях нет. Нет, почему она должна там быть? Что я могу сказать? Ее на ее уровне нет. На других тоже нет. Да нет, причем здесь уровне? Здесь вообще уровне нет причем. То есть существует химера. Здесь нужно различать. Вот существует слово стол? Существует. Существует то, что обозначает это слово? Иногда существует. Иногда существует. Существует слово химера? Существует слово химера? А то, что оно обозначает? То есть в виде материального тела то, что оно обозначает? Нет, существует. Но существует то, что оно обозначает в понятиях. Существует. Но это не значит, что на другом уровне она существует. Да причем уровни и сообщение причем, я понял. Сообщеение, причем уровни. То есть, скажем, есть уровни объектов нашей действительности. Ведь сказать, что дважды два равно пять не существует, действительно существует как некий языковой костart, ничего не сказали. Это что за разговор? А, это что за разговор? Разная форма существования. Это логичный разговор, который... Подождите, если возвращаясь теперь вот к всему, к началу как бы нашего семинара, то тогда можно сказать, что все вот эти вот практики трансперсиональные, они просто точно так же просто произвольные действия совершают. Никаких уровней они не указывают. Нет никаких уровней. Если мы говорим о том, что можно совершить... Просто языковые игры, типа 2х2,5... Зеленое, зеленое, это... Не происходит не так, что... Вода стремительным домкатом, ну действительно, вода стремительным домкатом, погоди. Нет, еще раз вижу. Конечно... Игорь, подожди, но ты опять же сливаешь все в бачок. Вот к чему это за привычка такая интересная? Надо просто как-то различить, различить получается, что две практики. Одна практика, это вот языковая игра, или как там ее назвать, да? И вторая практика, как это действительно человек пытается переместиться по городу. Да, это интересно. И вот это и надо различить. Это вот собственно как бы... Но это вопрос не здесь. Мы не различимы. Мы не различимы. Ставим вопрос. Индийский йоги, кто они, да? Длительного изучения, да, можно изучить. Да, и скажем так, однозначно, что можно сказать. Есть эффекты, есть феномены, есть события, которые не в состоянии... Повторяющиеся, именно повторяющиеся. Которые не в состоянии писать современная наука в современной научном языке, и в современной практике, и... Да, есть. Вопрос следующий. Подается вообще ли это научному писанию или нет? То есть тоже вопрос такой. Да, во-первых, еще возникает вопрос. А что называть научным писанием, а что не научным? Но научным писанием называется, скажем так, что если у нас есть некая языковая структура, которая предполагает предсказание каких-то повторяющихся феноменов, да? Научное писание, скорее всего. Можно примитивно к нашему разговору. Если наука действительно не может предсказать... Ну, я не знаю, может быть, она и сможет предсказать интересное существование. Тут просто вся трудность, что на этой почве как раз очень много мошенников, которые прикидываются, что они там что-то двигаются, а на самом деле играют языковые игры. Да, ну что поделать, в данном случае, да, действительно... Тогда они не мошенники, потому что они искренне заблуждаются. Ну, или искренне заблуждаются. Нет, нет, искренне заблуждаются. Я не хочу что-то вовремя. Они мошенники. Опять такой же парень Волошин же был, действительно скептически настроенный парень. Но он же оказался в кругу Главацкий и все прочее. С другой стороны, любой человек, который может пройти в октябре, любому человеку будет явно тоже доказательство, что это все не полная чушь. Имеется знаменитый профиль Максимилиана Волошина на Карадаке. Согласись, что это его профиль. И здесь это не может быть случайностью. То есть это отдельное... В данном случае цель-то моя была именно чтобы показать, что есть... Примерно знаю. Просто потому что в нашем разговоре это существенно... Вы правильно говорите всегда, что вот есть различие. Но вот надо и различить здесь, где вот проходит та грань между действительно вот... Между химерами и... Да, между трансперсональной реальностью, да, которую вот субъект может там как-то... Ну это может недоступно нам, но другие... И трансреальная болтовня. Да. И болтовня и трансреальная, да. Где-то вот различие должно проходить. Вот я не знаю, критерий... Конечно, сейчас нету. Нету никакого различия, нету никакого критерия вот однозначного и четкого. Это все плавно переходит в это в другое. Но это потому что у вас химера существует и дважды-два-пять тоже существует. Поэтому и нет критерия. Он должен быть. Нет. Не может быть его. Не может быть. Как только мы введем крит-крит-крит-критерий, мы в такой же реализм, материализм охватываем. То есть, в основном говоря, нет разницы между той же самой трактикой йогом, да, то есть достижение которого, как бы, все не знают. Или просто там болтовня, там, той же Орданско-Бловацкой. Нет, конечно. Конечно. Йога, естественно, мы видим эффекты, которые он проявляет, а Бловацкая просто трепотняк. Но там же вопрос о том, то, что сама Бловацкая не может осуществить ничего и сделать, это одно. А другое, что, о чем она говорит, что, в принципе, там могут быть какие-то эффекты. То есть нужно различать просто ее треп. И дело в том, что может стоять один человек рассказывать про йогов, а другой быть сам йогом рассказывает, да. Но где треп? Тот, который просто рассказывает, тот сам не может, но он все равно же... Да это не... Не просто... Не просто так на уровне треп, а это непродуктивно, и... Потому что всегда найдутся люди, которые будут трепаться, и которым не стоит верить. Нет, просто, Александр, так сразу возникает из всего этого разговора некое, как бы, не возражение, а как бы, некое, как бы, замечание относительно вот вашего развлечения науминов и феноменов. Потому что это вот к этому же месту относится. У вас это развлечение проведено очень жестко. А на самом деле ведь среди науминов также вот находятся вот эти вот химеры. Да, да. Естественно. Так, а ведь наумины — это сущности других уровней. Нет. Мы уже говорили о том, что с Игорем обсуждали, что есть действительно большие живые объекты в номинальной действительности. И нужно различать, скажем, одним из таких объектов является язык. Да. А Гербер в языке есть, и он живой, а Гербер в химере нет. Вот. Конечно, нет. Конечно, нет. Но в языке существуют звуки, они являются элементами темпорального объекта язык. Ну да, да. Да, и они существуют именно как его элементы. То есть мы можем, скажем так, вот полностью язык, в нем придумать множество слов, которые ничего не обозначают. А что придумать? Просто взять все комбинации, всевозможные буквы. Да, да. Они будут обладать минимальным существованием, просто как элемент. То есть это существование, как любое число, да, вот. Мы написали любое число, оно существует по факту своего написания. Но если это является вычислением формулы, и потом мы проверяем спереметь это число, у него другое существование у этого числа, отлично просто написанного числа. То есть нужно просто различать разные существования. А я не говорю, что химера это ноумен, который существует отдельно, где-то там, это парально большая. Химера это элемент ноумена язык. Как число это элемент ноумена математики, скажем. И как у чисел может разное существование, так и у элементов языка может разная степень существования. Но она существует в виде просто слова. Ни к чему не привязанного, просто слово существует. Оно может привязать, скажем, какой-нибудь нонсенс, да, условно, да. Нет ничего, мы не можем ни к чему его привязать, да. Это вот обознать, но понятие какое-то, оно же есть, которое вот нонсенс. Мы произносим нонсенс, мы понимаем, что или кто-то что-то произнес такое, да, это нонсенс, да. И химера точно так же, есть какой-то объем понятий, к которому оно прикреплено. Как слово стол прикреплено к огромному множеству материальных физико-химических объектов, так и слово химера прикреплено к какому-то множеству образов там. Нет, просто получается, да, наумены, все наумены, которые существуют, это вот своего рода эгрегоры. Да, да, да. Если мы говорим об объектах, действительно, опять же... Их мало. Их мало, мало. Ну... Потому что весь язык, это один объект. Один объект. Да все понятия сразу, все вошло в язык. То есть не ложное. Да, все вошло в язык, конечно. Нет, нет, нет. Дело в том, что нужно различать понятие форма и слово форма, категорию форма, да, элемент языка форма. Так что форма, как форма всех форм, это ноумен. То есть если я хочу понять форму, то есть я должен осознать очень много событий и очень много... То есть если человек не знает, что такое форма именно вот как философское понятие, то ему слово форма ничего не даст. То есть это тоже ноумены. Понятие философское – это ноумены. А чем понятие отличается от химера? У химера такое же понятие. Гораздо беднее, да. Ну какая разница? По статусу. Нет, есть понятие очень глубокие, есть понятие очень бедное. А по статусу... То есть слово абракадабра, ну не абракадабра тоже понятие. Да, то есть если слово абракадабра, то это понятие, что... Это понятно, что я хотел сказать и... Понятие – это то, что понятно, правильно? В каком-то первичном, самом простом, интуитивном понимании. Ну, здесь опять же нужно говорить, что даже, наверное, понятия философские есть, скажем, ноумен философия, а не элементы этого ноумена. То есть они сами по себе, может быть, большим ноумен организмом. То есть существует ноумен философии, ноумен язык, ноумен экономик. Все-таки такие глобальные вещи. Да, глобальные. Я-то как раз дернусь от противоположной точки зрения, что у тебя есть понятие экономики, а есть и, как некое живое существо, реализованное, в экономических отношениях. Это два разных объекта. Вот та, которая, вот этот реаграфан, которая на денежных отношениях существует, а в экономике таковой нету. Здесь чисто терминологически. Нет. Существозная различия, да? Существозная нет. Можно понятием назвать вот это вот существо, это и есть понятие. Или не называть понятие. То есть у нас есть слово экономика, да, термин, понятие и объект. Да. И объект. Есть некие объекты, есть понятие. И эти, может быть, слова общие. Но вот вопрос, что в некоторых разговоре, в некоторых структурах можно отождествить понятие и объекты, вот тебе об экономике говорить. В некоторых стоит различать. Ну, это стоит думать. Ну, потому что термин, термин, это элемент другого объекта, языка. Ну, то есть, я еще раз говорю, что есть некие экономические эгрегоры или что-либо еще, некое квазиразумное существо с высокой сложностью, реализованное на товар надежных отношениях. Да, да. А экономики, как и химеры, она обладает, слово экономика, понятие экономики, обладает таким же статусом, и оно... Ну, вообще нет, это уже как термин. Теперь, хотите, вывод я вам отсюда скажу? Ну. А вывод хочу сказать следующее, что вот мы раньше когда говорили разницу между феноменами и науменами, и получалось, что вроде как неоднородные объекты, такие как феномены, например, материальные объекты, и наумены как идеальные объекты, они были в одном ряду. А теперь получается, что все идеально убирается, получается единый ряд, все материально. Да. В системе есть феномены материальные, которые сразу даны, есть материальные феномены, которые сразу не даны, в виде экономики распределяя. Я, я, я такое говорю. Или там эгрегор. Да. То есть вот эта вот идеальность, она вся исчезла. В вирусы есть глисты, есть люди и есть эгрегор и византии. То есть, глист, эгрегор и византии, это вещи, наверное, наоборот. Всё правильно, кроме одного слова. То есть, если ты под материей будешь понимать универсовые события, ниже самый уровень. Потому что, если ты вот берешь этот наш универсум, да, и вот здесь выделил нечто, да, вот нет. Если это является атомом, ты атом назовешь материальным. Понимаешь? Вот есть элементарное событие, вот элементарный элемент универсума, да. Вот всё, что выше него, это действительно некое нагромождение друг из друга состоящее. Поэтому, когда ты говоришь материальное, значит, ты обязательно проводишь некий уровень. Скажем, вот здесь вот это будет материальное, а вот это уже нематериальное. Где вот мы определим? Если мы берем только на уровне атома, у нас молекулы должны быть нематериальные тогда. Если на уровне биологии, тогда у нас живой организм не материальный, а химический материальный. Да нет, скорее просто надо слово материю убрать. Материю убрать это? Материальность говорит в сущностном смысле. Как однородность? Не смысл яркий какой-то, а в сущностном смысле. Я вам хочу сказать, что если у вас сложность тепоральная распределена широко, то она из этого не перестёт быть материальной. Из того, что... Вот я не скажу... Если ее тепоральность гораздо больше моей, то балл будет на умер. Слово материальное неудачное просто. Просто тепоральность шире. Да. И поэтому она сразу... Либо она сразу дана... Нет, подожди. Либо она сразу дана, как феномен, либо она не дана сразу, как экономика. Вот и всё. Но тем не менее, только материальные. Есть листы, есть листы. Но есть общее. Нет, нет, нет. Слово материальное неудачное надо убрать. Просто есть однородность поднятия. Георгий визоте ничем отличается. Однородность поднятия. От вируса. Всё состоит из этих и тех же событий. Всё правильно. Дело в том, что слово материальное, оно замусолено. И когда ты будешь его произносить, однозначно будет говорить, это вот на уровне столов. А те никто не скажет, что эгрегор материален. Это просто неудобное слово, плохое. Вот если бы всё забыть, весь материализм диалектический забыть, и тогда можно было бы использовать и слово материальное. Да, вот у нас есть универсум, он материален, и тогда всё материальное. Но слово плохое, оно уже занято. Не стоит. Всё однородно лучше говорить. Из-за каких-то событий состоит. Однородно, однородно, да. И это важно. То есть нету скачка. Нет, нет слова. Но скачка нет. Но. Я испорчен диалектическим материализмом. Поэтому слово материальность мне нравится. Но оно плохое, потому что если хотеть, чтоб тебя понимали... Зато я испорчен неоплантонизм, поэтому слово аккортианством испорчен. Поэтому мне слово наумен не нравится. Ну да. А если мы выделяем уровень субъектов, где-то вот мы выделяем, то относительно него нам приходится классифицировать эти объекты. Так что если они больше в произведении, ниже, ниже, ниже. Но это всё равно однородность. Да. Это было последнее. Однородность новых феноменов. Они состоят из одних тех событий. Но относительно субъектного уровня они нам по-разному даны. Согласен. Либо по-разному даны, либо не сразу. Да. И поэтому нам нужно ещё два термина. Я предложил феномен ноумен. Можешь другие термины придумать какие-то? Но термины даны есть. Нам нужно объяснить. Вот если вот это мы признали наш субъект, то вот это для него будет дано пространственно, а вот это для него будет дано во времени. А как называть это? Это он не может оглядеть сразу. Нет, но мы это помним. Мы это помним. Да. Ну вот я предложил ноумен и феномен. Ну хорошо. Ну в общем все высказались, да? Да. Давайте перейдём к следующему. Спасибо. 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 Спасибо.